всем привет мои дорогие друзья и гости моего канала вы на семейном творческом канале с вами лёля рукодельница сегодня у нас с вами будет новенький обзор на мой новый старт это жар птица темпа студии сказка своими руками вот такой прекрасный бычок символ 2021 года артикул нас с вами r498 размер будет 13 на 9 сантиметров продолжаю я свой марафон елочные игрушки своими руками уже второй год пошел начала я его в 2020 году и у меня сейчас такое занятие что каждый новый символ года у меня будет вышиваться в том году я вышивала мышку символ года мышки в этом году у нас символ нового года бычок вот такой замечательный бычок это вышивка на пластиковой канве наконец-то я финишировала с двумя елочными шариками от фирмы жар птица тоже вышивка на пластиковой канве видео уже вышло на канале можете посмотреть плейлисте вышивка и начинаю новый новенький старт давно я хотела начать новый наборчик но у меня вот такой табу пока не закончу что-то вышивать новенькой не начинаю потому что все равно на все рук не хватает у меня сейчас будет в проекте три вышивальных процесса два из них больших и вот такой вот маленький это вышивка на пластиковый канве вообще мне очень нравится вот эти вот набор от фирмы жар птица они очень достаточно легко отшиваются быстро интересно можно взять с собой в дорогу вышивать можно перед сном сесть повышевать в общем-то я очень люблю эти наборчики так что продолжаем мой ра мой личный марафон елочные игрушки уже он 2021 посмотрим сколько в этом году я отошью елочных игрушек на свою рукодельную елочку очень меня влекло это занятие в общем то мне нравится создавать такие интересные вышивки скажем так прикладная вышивка так ну что давайте посмотрим комплектацию этого замечательного наборчика сразу мы видим на превью то что у нас должно получиться это будет у меня двухсторонняя елочная игрушка на этом же листике смотрите у нас идет схема и что интересно здесь back выделен красным таким цветом достаточно жирным и это очень удобно потому что я зачеркиваю схему и потом не всегда когда черным выделено выделен back не всегда его видно за синей ручкой здесь в принципе очень удобно кстати можно наверное текстовыделители будет купить и ими выделять это наверное будет удобнее также у нас как всегда в каждый набор вкладывается инструкция ой какие яркие сочные нитки ну что жар птица начала вкладывать у нас иголочку вот такие яркие сочные нитки посмотрите какие яркие оттенки вообще шикарный наконец-то наступает весна у нас солнечно солнечное посмотрите как хорошо когда светло днем снимать видео такие насыщенные сочные оттенки так здесь у нас с вами сейчас посмотрим 25 цветов достаточно такое количество но нарезка конечно короткая всегда в маленькие наборчики делают короткую нарезку я люблю нарезку длинную дальше у нас с вами вложено вот таких вот два кусочка пластиковой канвы небольшого размера так как игрушка двухсторонние ну вот и вся в принципе комплектация этого наборчика так что мои дорогие друзья девчонки вышивальщицы буду начинать новый набор такого очаровательного бычка будем с вами вышивать так что на новой вышивальной неделе наконец-таки появится хоть один новый но процесс потому что уже я устала от одного и того же а новые наборы начинаете надкусывать ну не знаю они лежат канва со временем все равно пылится желтеет как бы мы не старались аккуратно это все хранить и знаете кстати я вот тут задумалась над таким вопросом у нас же есть у всех запасы до наши любимые хомячьи норки и вот мне стало вдруг таки интересно а не портится ли там нитки канва пока не у нас лежат там год два три четыре вот интересно кто знает кто как думает напишите свои мысли не портится ли нитки не гниют ли они там не портится ли канва от того что она так долго лежит какая-то метка мысль в голову пришла что вот эти склады складируем складируем а в итоге потом раз можно достать и канва пожелтел но у меня пока такого не было честно говоря но такая мысля небольшая у меня пришла в голову ну что на этом я буду закругляться вот такой у меня получился быстренький маленький мини обзорчик и начало моего нового вышивального процесса если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой семейный творческий канал с вами была люля рукодельница всем пока пока до новых встреч